КОМИТЕТ 1991. Нерассказанная история КГБ России. Вечером беседа с автором будет проводиться на двух языках. На русском и на эстонском. Ну а мы пока что пообщаемся с Леонидом исключительно на русском. Так наверняка нам всем будет удобнее. Доброе утро. Доброе утро. На эстонском книжка выглядит значительно авторитетнее и значительнее, чем на русском. Да вы что, постарались наши издатели? Да, совершенно верно. Мне кажется, что эстонские читатели получат больше удовольствия, чем российские. Ну вот мы видим, как она будет выглядеть. Да, вот так она выглядит. И она, знаете, такая внушительная. Солидная. Бумага лучше. Расскажите о содержании лучше. То есть история КГБ это по-прежнему актуальная история, полная тайн. Что нового вы открыли в своей книге? Там речь идет не только о КГБ, а речь идет о 91-м годе, который определил судьбу многих народов бывшего Советского Союза. Я думаю, люди, которые немножко постарше вас, помнят этот год, который был решающим в судьбе и России, и Эстонии. Вы тоже немножко помнили. Ну, вы люди совсем молодые, а люди моего поколения, помладше, постарше, переживали. Это был очень такой тяжелый, трагический год. И он определил очень много. Я вообще считаю, что прошлое не умирает, и ты не можешь понять, что происходит сегодня, если ты не знаешь исторических корней. Не в том смысле, что там какие-то рецепты, а ты просто... Ну, если ты не знаешь, что ты посеял, ты не поймешь, что весной вырастет на этом дереве, какие плоды ты снимешь. Так и с историей. На самом деле все то, что тогда произошло, в значительной степени, скажем, сказывается на нынешней российской истории. Тогда было очень много иллюзий, было романтических представлений. Мало кто понимал, что на самом деле происходит, вот, скажем, у нас. А вот сегодня, когда ты обращаешься к событиям того года, ты яснее понимаешь, почему, скажем, Россия сегодня такая, а не какая-то другая. Ну, поскольку мы тут достаточно близко, все находятся на земной шаре, то я думаю, что и жителям Эстонии тоже это будет исторически интересно. А для тех, кто, скажем, интересуется нынешней Россией, мне кажется, станет понятнее. То есть та ситуация, нынешняя ситуация в России, а ее истоки заложены в 91-м году? Конечно, в значительной степени, в значительной степени все то, что тогда происходило, и дело не только в тайнах Комитета государственной безопасности, хотя они сами по себе очень интересны, и книга ведь построена на беседах с сотрудниками Комитета госбезопасности, с высоко поставленными. Я провел очень много часов, дней, месяцев в разговорах с ними и в изучении документов, но там и попытка анализа того, что происходило с людьми. Мы, знаете, часто ограничиваем историю выдающимися политиками или генералами. А есть еще такая вещь, как народ, представление людей о жизни. Есть толпа, есть людская масса, которая на самом деле часто определяет исход исторических событий. Мы как-то не придавали этому значения, неправильно. Есть ментальность людей, есть представление людей о жизни, и они были вовсе не такими, как мы себе предполагали. Мы думали, я-то хорошо помню, когда в 90-м, 91-м году по Москве ходили миллионные демонстрации, что это, скажем, были демонстрации в пользу демократии. Нет, это были демонстрации против власти. Люди вообще не любят власть. И появилась счастливая возможность сказать власти все, что люди о ней думают. И они что переживали в 91-м году? Почему было такое счастье? Это было счастье от того, что опротивившая власть исчезла. Вот нету больше этого начальства. Но представления о жизни были на самом деле очень консервативными, отнюдь не либеральными. И поэтому это определило, скажем, развитие нашей страны в последующие годы. Как ваши книги принимают в самой России? Ведь наверняка до сих пор живы многие люди, которые склонны героизировать, может быть, даже КГБ. А вы тут им новые тайны раскрываете и в неприглядном свете представляете Комитет государственной безопасности. Вы знаете, прошлое – это ладно. Значительно важнее то, что в молодой среде культивируются те же взгляды, что молодые люди столь же консервативны. Это значительно важнее. То, что какие-то люди не хотят, чтобы им говорили грустно об их прошлой жизни, это еще понятно. Когда молодые люди не хотят, это плохо. А тем не менее, существует, конечно, значительная часть мыслящей о России, конечно, хочет знать и свою историю и понимать, что сегодня происходит. Есть надежда же на будущее. Поэтому мне грешно жаловаться и фильмы, и книги, и программы исторические. Смотрят, и читают, и слушают. Мне грешно жаловаться. Наоборот, я счастлив. Я даже не подозревал, что так много людей интересуется реальной историей. А история, вы знаете, она почти всегда огорчительна. Меня однажды спрашивают, скажите, а вот кто из полководцев, тут есть книги о военных, ну кто из полководцев, кто вообще из выдающихся политиков вам нравится? И я, знаете, подумав, ответил, что если мне кто-то из политиков и полководцев нравится, это значит, что я в нем еще не разобрался. Потому что, к сожалению, к власти приходят люди малосимпатичные. Это я сейчас выразился очень интеллигентно. Но есть такая теория, что те люди, которые находятся на виду, в том числе и представители власти, это, так сказать, пешки, и что есть некие серые кардиналы, которые управляют историей, управляют изнутри. Неправильно. Как говорят, юристы не подтверждаются реальными обстоятельствами дела. Не было, знаете, я тоже с большим интересом всегда читаю все эти рассказы о теневых правительствах, о всемирных правительствах, там о трехсторонней комиссии, бельдербергском клубе. Ничто из этого не имеет ни малейшего отношения к реальности. На самом деле определяющим является умонастроение людей. Вот недавно отмечали годовщину Великой Русской Революции, которая последовала за Первой мировой столетие окончания, которое будем сейчас отмечать. На самом деле все решили не какие-то высшие чины, а поведение людей. То, что происходило в 1917 году, было как извержение лавы. Иди, опиши поведение каждой частицы. Не политики определили тогда судьбу всей этой территории, а люди. Так и на самом деле в 1991 году. Мы просто такая традиция недооцениваем роль и значение представляли людей о жизни. Мы вот привыкли, что вот все определяют какие-то высшие вожди. Если они вроде ничего не сделали, значит, есть кто-то еще. Нет. Это мы сами все делали. Вы изучаете новейшую историю разных стран мира и не только в своих книгах, но и в документальных фильмах. Тут спектр широкий. Это и Бен Ладен, и Йозеф Менгеле, Троцкий. Немало хороших людей было рядом с нами. В Википедии даже утверждается, что за фильм о руководителях Северной Кореи вас заочно приговорили к смертному приговору. Это правда? Ну, я туда больше не езжу. Это правда. Я не хочу проверять. Ну, они обиделись немножко на рассказ о великих вождях, а там наисимпатичнейшие люди. Один лучше другого. Нынешний приказал своего брата убить самым жестоким образом. Ну, как тут удержаться от рассказа об этих симпатичных людях? А им не нравится. Каждый же хочет видеть себя героем. И когда ты рассказываешь о том, как было на самом деле, люди обижаются. Не зря говорят, что правда глаза колет. Ой, иногда, да, в прямом смысле. У своему брату ему набросили на лицо повязку с ядом, и он умер на глазах в страшных мучениях. И те, кто замышлял это преступление, этого и хотели не просто убить, а чтобы в страшных мучениях. Представляете себе ментальность этих людей? Но если вам было мало сегодняшнего общения в рамках утренней программы с Леонидом Млечиным, а этого было явно мало, потому что он очень увлекательно рассказывает, то в 17.30 приходите в магазин «Рахва Рама» в торговом центре «Виру», где состоится презентация его новой книги «Комитет 1991», нерассказанная история КГБ. Она вышла и на эстонском языке тоже. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok